Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в очередной раз поговорим о кассации по уголовному делу. И, конечно же, говоря о доказательствах и доказываниях в кассации по уголовному делу, прежде всего, очень часто приходится сталкиваться с тем, что опасаются осужденные, опасаются их родственники того, что подавая в суд кассационной инстанции, может быть ухудшено положение осужденного. Дорогие друзья, это абсолютно беспочвенные опасения по одной простой причине. Конечно же, когда мы говорим о кассационной инстанции, у нас Пленум Верховного Суда говорит, что в любом случае, если при рассмотрении кассационной жалобы суд выходит за пределы доводов жалобы, допускается при этом выход за пределы жалобы только в сторону улучшения положения осужденного. Оправданного или иного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу. То есть, выход за пределы кассационной жалобы и исследование иных обстоятельств допускается только лишь в сторону улучшения положения осужденного. Поэтому ни в коем случае не стоит опасаться подавать кассационные жалобы. Но, тем не менее, дорогие друзья, конечно же, их поддача, их составление, я всегда советую для этого привлекать профессионалов. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, обращайтесь, пожалуйста. Всегда с удовольствием помогу в составлении кассационных жалоб. Опыт и практика огромная по этим вопросам. Дорогие друзья, также необходимо учитывать, что с учетом положений статьи 401 это прямое указание Верховного Суда. При этом суду кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы по уголовному делу надлежит устранять абсолютно все выявленные в судебном заседании существенные нарушения уголовного закона и его неправильное применение или уголовно-процессуального закона, которые повлияли на ход дела. И если их устранение влечет улучшение положения обвиняемого, подсудимого, осужденного, либо иных лиц, в отношении которых ведется кассационное производство по делу. То есть прямое указание Верховного Суда устранять любые нарушения уголовно-процессуального, уголовного закона, если это повлечет за собой улучшение положения осужденного. При этом, дорогие друзья, необходимо учитывать, что указания суда кассационной инстанции, которые он дает нежестоящим судам, при повторном рассмотрении они являются обязательными. Как гласит Пленум по кассационному производству в суде по уголовным делам, дорогие друзья, вот это тоже очень интересный момент и очень важный. Поворот к худшему при пересмотре судебного решения в кассационном порядке может иметь место только если в ходе предшествующего судебного разбирательства были допущены нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия. То есть поворот к худшему возможен только лишь в исключительнейших обстоятельствах. И, дорогие друзья, неправильное применение уголовного закона, являющееся основанием для пересмотра судебного решения в кассационном порядке с поворотом к худшему, может выражаться, например, в квалификации содеянного по уголовному закону о менее тяжком преступлении, в ошибке при решении вопроса о конфискации имущества. То есть вот это существенные нарушения, вот при них допускается поворот к худшему. Но, дорогие друзья, необходимо учитывать, что поворот к худшему у нас возможен только лишь в течение года после вступления приговора в законную силу. При истечении этого срока поворот к худшему невозможен. Зачастую у нас, поскольку срок кассации не ограничен, целесообразно ставить любые вопросы в кассации даже по истечении одного года после осуждения. В этом случае у нас поворот к худшему категорическим образом запрещен. При этом, дорогие друзья, у нас говорится, что при пересмотре судебного решения в кассационном порядке суд вправе вынести определение, влекущее ухудшение положения осужденного, лишь по тому правовому основанию и по тем доводам, которые указаны в кассационном представлении прокурора, кассажалобе потерпевшего и так далее. То есть, если вы подали кассационную жалобу по кассационной жалобе осужденного, ухудшить положение категорически нельзя. Только лишь по прокурорской кассационной жалобе, жалобе потерпевшего. И выйти за пределы этой жалобы суд не имеет права с целью ухудшения положения. Вот это, дорогие друзья, то, что я хотел сказать об ухудшении положения осужденного. Оно категорическим образом, конечно же, не допускается. При этом, дорогие друзья, очень существенный момент, который касается именно доказательств и доказывания в кассационном производстве по уголовному делу. При разбирательстве в суде кассационной инстанции могут быть рассмотрены не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но могут быть рассмотрены и дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представлением, либо представленные сторонами, при этом только в том случае, если эти материалы содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. То есть, дорогие друзья, у нас может суд кассационной инстанции рассматривать новые предоставленные доказательства. Это существенное указание Верховного суда, соответствующим образом при кассации можно ссылаться на новые обстоятельства, новые факты. Но это не должны быть новые, вновь открывшиеся обстоятельства. В чем разница, поговорим более глубоко в других роликах последующих. Поэтому я всегда настоятельно повторюсь, советую привлекать к подготовке к кассации профессионалов. При этом, дорогие друзья, следует учитывать, что дополнительные материалы могут быть положены в основу решения об отмене приговора. И соответствующим образом, либо приговор может быть отменен, дело может быть отправлено на дополнительное судебное разбирательство, может быть возвращено прокурору и так далее. То есть, соответствующим образом, все это позволяет предоставление новых дополнительных материалов. При этом, дорогие друзья, изменение приговора и последующих судебных решений, их отмена с прекращением производства по уголовному делу на основании дополнительных материалов не допускается за исключением случаев, когда достоверность фактов, установленных такими материалами, не нуждается в проверке судом первой или апелляционной инстанции. То есть, как правило, если суд касационной инстанции увидит, что эти дополнительные материалы играют существенную роль, он возвращает дело на новое рассмотрение для их проверки и так далее. Но если эти новые материалы не нуждаются в проверке и уже очевидно свидетельствуют об имеющихся нарушениях, неточностях и так далее, то есть незаконности вынесенного судебного решения, в таком случае, конечно же, суд касационной инстанции может и изменить приговор. При этом у нас, дорогие друзья, что относит Верховный суд к дополнительным материалам. Но этот перечень, дорогие друзья, очень важное замечание, этот перечень, он не подлежит сужению, он подлежит расширительному толкованию, это не полный перечень. Вот суд сюда относит документы, свидетельствующие о недостижении осужденным возраста, с которого наступает уголовная ответственность, сведения об отсутствии судимости, сведения о применении акта амнистия по предыдущему приговору и другие материалы. То есть это может быть бесконечное множество любых материалов, которые существенным образом свидетельствуют о тех или иных обстоятельствах по уголовному делу. При этом, дорогие друзья, обращает Верховный суд, что при касационном рассмотрении на голосование касационной коллегии первым выносится предложение наиболее благоприятное для оправданного осужденного лица уголовное дело в отношении которого прекращено. То есть если коллегия рассматривает дело, к примеру, по касационной жалобе прокурора, по касационной жалобе потерпевшего, первое предложение на голосование должно ставиться наиболее благоприятное для лица оправданного или дело в отношении которого прекращено. Поэтому, дорогие друзья, о чем я вам хочу сказать. Всегда настоятельно советую при соответствующем подготовке касационных жалоб со стороны прокурора, со стороны потерпевшего, всегда необходимо готовить возражения на эти жалобы, дабы облегчить задачу касационному суду в рассмотрении дела в отношении лица оправданного по тем или иным эпизодам, дело в отношении которого прекращено и так далее. Ну и в отношении других осужденных, по которым жалуется прокурор в касационную инстанцию, жалуются потерпевшие на мягкость наказания и так далее, всегда нужно готовить профессиональные возражения. Поэтому, дорогие друзья, если есть такая необходимость, обращайтесь. В описании к видео есть мои контакты. Дорогие друзья, и, конечно же, качество составления касации, оно всегда играет самую-самую важную роль. Поэтому вот эти моменты, пожалуйста, не пропускайте мимо. Удачи вам в ваших делах, поменьше юридических проблем. Счастливо!